вот так начинается мое утро спение птиц алекс сегодня мы третий день здесь все еще грустишь очень долго привыкает у меня покушать его покушать в общем саша принес вот такую лампочку хотела сказать торшер но это просто стойка и лампочка отлично освещает второй этаж чтобы ее подключить протянули два переходника и сейчас работает вот этот обогреватель у нас еще спальники теплые взяли еще один матрас надувной из дома тут алекс бытует вот за окном птички поют сейчас 7 утра выгляжу я примерно как-то так с плюс фонарем на шее чтобы можно было сходить в туалет ночью саша на работу уже уехал прям минут десять назад не знаю получилось ли у него позавтракать но на первом этаже там осталось кое-какая еда надеюсь что он все успел сделать мы вчера когда в город поехали за забытыми вещами скажем так я прям нервничать начала мне показалось что мы уже не вернемся сюда или будем так и ездить каждый божий день в город но саша то понятно он работает поэтому кому то же надо денежки зарабатывать а я ну не хотела возвращаться так скоро в город ну и когда мы закончили все свои городские дела и приехали сюда у меня прям так отлегло и просто мне наверное правда не хватает какого-то уединения хотя людей здесь достаточно много на выходных прям не скучно соседями познакомились но я познакомилась со что они все знают вот а у кота стресс прости алекс надеюсь ты когда-нибудь нас простишь ну как чувствует себя саша надо у него будет спросить потому что рабочая неделя только началась у него еще тренировки вечерние поэтому я даже не знаю как будет он это все совмещать наверное расскажу что мы сделали вчера перебирала книги на втором этаже и определяла что можно сдать в макулатуру а что оставить потому что книг и журналов очень много но читабельных из них оказалось не так много не знаю на свой страх и риск разобрала оставила не очень много книг сейчас покажу пока они лежат на этой этажерке есть еще книги на первом этаже и немного попыталась разобрать первый этаж плана на сегодня до разобрать все-таки первый этаж хотя бы три пиццы провести хоть какую-то маломальски влажную уборку и помыть холодильник однозначно нужно с холодильником разобраться чтобы можно было хранить еду я сейчас наверное вам покажу кое-что что я нашла среди книг алексей тут улегся не надо вылезть чтобы его не сильно беспокоить ой побеспокоила алекс я не ухожу я еще часок здесь где-то побуду что мне делать в 7 утра нет я конечно понимаю делал очень много ну надо же и отдыхать иногда так есть вот такая книжка про растение старая какого года она цена 30 копеек сейчас посмотрю какого года здесь такая поздравительная надпись москва 1967 о детская литература а я начала читать и мне стало интересно вы простите так вот что я хотела вам показать здесь такая я даже не знаю как это назвать журнал или анкета с любимыми звездами советского кино я не знаю кто сделал эту прелесть но это так трогательно и сначала я когда нашла вот такую тетрадочку думаю что это такое явно это не книга потому что здесь приклеена фотокарточка со знаменитым советским актером рыбниковым он такой знаменитый что я даже не знаю как его зовут николай так прошу прощения я знаю в каких фильмах он снимался но эти фильмы слишком известны чтобы их называть вот и когда я нашла вот эту тетрадочку я подумала ничего себе сколько труда было в нее вложено мы в детстве делали всякие анкеты тоже вклеивали туда какие-то картинки из журналов а я сейчас чуть не оторвала вот кто-то занимался вот такой ну как назвать изготовил вот такой журнал здесь разные актеры кадры из фильмов все подписано от руки и еще фотокарточки такие достаточно качественные ну то есть это пленочная фотография где-то наверное продавались такие фотокарточки и все с заботой и любовью подписано татьяна даронина в общем у меня не поднялась рука это выбросить здесь смотрите какие кадры из фильма остросюжетная обложка город на заре в общем я думаю что эту тетрадочку однозначно нужно оставить может быть это сашина бабушка делала или даже не знаю вот здесь даже газетная вырезка кадры из фильма то есть насколько ты должен любить советское кино чтобы в свое свободное время изготовить такой журнал прелесть а наши соседи у которых очень ухоженный участок вчера уехали вот у них растет вот это дерево это кедр я не знаю или что если честно не разбираюсь я в деревьях хвойное и и ладно красиво ой он такой пушистенький такой хорошенький но я думала что это у наших соседей это получается видите через забор вот забор и это у следующих соседей а я завидовала этим соседям вот мы с ними вчера познакомились они попросили нас срубить вот эту сирень вот здесь у нас под окнами растет сирень и они не могут поставить забор из-за нее да мы с сашей тоже хотели проредить эти кусты ну я не знала что можно укоротить просто обрезать сирень и в общем то они начнут свисти вроде как в прошлом году цветов не было но доказательств у меня нет так что ничего вам не скажу так что мы еще вчера сделали мы еще вчера вывезли 4 мусорных мешка огромных там в основном были какие-то тряпочки пластик и битая посуда ну то есть дела потихонечку делаются я снимаю не все птички расчерекались замолчали я не снимаю все не получается просто у меня то телефон разрядиться то нужно идти готовить процесс готовки ну такой себе у нас пока не налажена система по ремонту я не знаю пока все таки нужно вкладывать средства у нас сашей пока разные взгляды на то что и как нужно сделать поэтому даже не представляю сколько нужно на это средств но какие-то материалы у нас есть деньги где их взять сказал человек который не работает уже четыре года с небольшим так вот мои максималистские планы в голове все еще совершаем и возможны и пока я одна мне нужно постараться побольше сделать алекс мама разболталась уже полчаса болтаю но вы об этом не узнаете потому что я вырежу все ненужное вчера всю ночь лил дождь сегодня небо такое полосатенькая вот у нас тут мусор стоял ну что поделать о дубак я наверное попробую растопить печку не знаю где взять дров потому что прям конкретно дров у нас нет саша напиливал ну пойду что-нибудь подыщу ой надо выгребсти ладно попробую затопить в общем нашла сухие дрова за зеленой пристройкой нужно распилить инструмент есть чай уже поставила думаю этого будет пока достаточно у нас есть такая замечательная штука надеюсь получится разжечь ухлю дозик не спали хату попробуем так и должно быть так огонь уже довольно сильно разгорелся что-то я тут натопила натопила клубы дыма какие-то были повсюду но вроде бы обошлось я пью кофе с лимоном и медом то же самое что и чай только возьму завтрак у меня какой-то сегодня супер сладкий съем булочку зефирку и наверное яблочко еще сразу сварю все 10 яиц чтобы потом не заморачиваться жарить я вряд ли их будут а на утро вареное яичко самое то так тепло хорошо привезли из дома такую напольную вешалку у нас их две ну вниз можно обувь поставить позавтраку и продолжу уборку поставила варить яички одно алексу оставила сырое почему я варю на газу потому что мне лень кастрюлю мыть а это чистая ну и на улице хорошо солнце вышло тепло птички поют на мне теплая одежда поэтому почему бы и нет капец времени 9 часов утра я встала в 7 прошло два часа я ничего не сделала да время здесь как-то летит по-другому но зато здесь я могу вставать раньше в городе я вообще не могу проснуться я что получается затопила печку попила чай прошло два часа кошмар ладно спешить некуда надеюсь что саша пообедает в столовой после своей работы потому что обычно он приезжает домой на обед а с сегодняшнего дня ему нужно кормиться где-то в другом месте ну а я сэкономлю время на приготовление еды ребят меня только что осенило я наверное предложу саше поездить этот месяц на обед к маме она живет не так далеко от нас так что в принципе как он домой ездил на обед так может и к ней заехать ну да она вкусно готовит я гений я чертов гений главное чтобы он не привык я конечно чертов гений но у меня закончился газ в общем там оставалось совсем мало газа на донышке буквально но у меня есть вот такой газ и для того чтобы подключить этот баллон нужен переходник то есть для такого баллона верхняя вот эта штучка а для нижнего баллона есть переходничок очень удобно ты можешь взять любой газ и всегда будешь сыт буду держать баллон ногами потому что ну вот как-то не очень заодно согрею его что там с нашими яичками кажется мне если здесь долго сидеть так на втором этаже много барахла накопилось из-за которого невозможно зайти в комнату поэтому я сейчас постараюсь отсюда это вниз все утащить не буду сашу ждать конечно вдвоем было бы с подручней но иначе коту не попасть все время это все перешагивать хотя бы вот это тяжелое что поближе сюда подтащу и потом уже придумаем с сашей что с этим делать кстати здесь куча каких-то досок не знаю можно их куда-то использовать или нет раковина там какой-то ящик а зато дверь я еще даже не заглядывала вот алексей у нас там яичко попил сырое так себе конечно попил не буду снимать как я здесь убираю потому что нужно подзарядить телефон результат уже покажу вот такая солнечная погода алекс солнышко к тебе подбирается скоро станет жарко ну да думаю мне тоже скоро станет жарко алексей хочешь выйти погулять 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 мой страшный шум авария так ладно сейчас я это все поставлю понадежней проход я освободила теперь двери в комнату открываются абсолютно нормально до конца в комнате я тоже помыла пол немножко прибралась у алексея порядок навела помыла почистила его тарелочки так вот здесь керамическая плитка очень тяжелая я не буду ее спускать и пылесос пока не знаю у нас освободилась вот это прекрасная дверь вернее проход к ней давайте же посмотрим что за ней вы волнуетесь открывается сейчас я вот эту штуку отодвину вот так чуть-чуть чтобы зайти дверь открывается что там нет здесь хлам батюшки 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 я думала что я наконец-то разобрала второй этаж сейчас я фонарик включу как длинно туда идти кошмар но этим мы будем с сашей тогда заниматься потому что я одна это все не выгребу и буквально и фигурально пипец я только обрадовалась что запахло деревом когда пол помоешь так вкусненько деревом пахнет прям как будто свежие постелили оказывается там еще жуть какая-то алекс мы никогда отсюда не уедем хотя нет оттуда можно вынести барахло вот эти доски туда нормально на тряпочку теперь закрываемся то все стучит и алекс это напрягает и не получилось давайте еще раз конечно меня огорчила содержимое того подсобного помещения потому что я уже обрадовалась что я молодец а вот эту штуку не смогла спустить но саша был прав она туда не поместилась для этого нужно открыть решетки и скинуть ее со второго этажа но открыть решетки я тоже не смогла потому что они заколочены намертво гвоздями наверное перекушу пообедаю и буду уже первым этажом заниматься потому что я все время говорю что пойду на первый этаж пойду на первый этаж потом прихожу в комнату а там грязище невыносимое приходится убирать ну ладно я просто боюсь первого этажа раскусили крутоватая лестница но ничего со временем привыкаешь и уже нормально можно закрытыми глазами спускаться вот а тут короче опять завален проход барахлишком здесь макулатура в общем саша только расчистит проход я его заваливаю саша только расчистит я опять выношу то что нужно выбросить ну и там у нас пакет требуется я наверное его сейчас завяжу немного раздражает шумный довольно так вода не просто черные она еще и густая а еще мы вчера вынесли просушить полотенце блин полотенце одеяло одеяло и всю ночь лил дождь я так обрадовалась подумала ничего себе еще и постираемся нужно было порошка насыпать на улице сегодня ветряно прохладно она нет в принципе дома нормально тепло труба еще немного теплая так позвоню саше узнаю пообедал он или нет предложу ему свой лайфхак обедать у мамы здесь такой вид как будто мы здесь вообще не убирали я не убирала здесь только вот в том столе внизу нужно посмотреть что там натащили из дома всякой лабуды инструментов наверное этот стол нужно под инструменты отдать но я пока не знаю не уверена хотела снять вот эти дверцы они все равно особо не нужны одна из них сломана вторую туда-сюда катать неудобный доступ вот а ящики можно оставить отличные ящики у них там как раз разделение ну там на вилке ложки было можно для инструментов использовать и просто туда ящики какие-нибудь вставлять с инструментами отличная по моему идея ну с кухни разумеется убрать в хозблок которого у нас пока нет а кухню может быть расположить вот так однорядную но пока не знаю а еще нам нужно место под холодильник я сначала подумала может быть сюда здесь и розетка и все такое а потом забыла что здесь окно просто она сейчас защитом и мне казалось ну нет здесь окна она есть нельзя холодильником окно закрывать вот и я подумала что быть может холодильник вот сюда поставить кровать убрать я бы обе кровати убрала если честно поставила бы тут кресло такую чил зону вот это помещение у нас что-то вроде гардеробной у вас в гардеробный такой же порядок ничего ничего скоро займусь а обои миленькие вполне себе кстати здесь я питаюсь гораздо лучше чем в городе как это произошло я не знаю съем одно вареное яичко но тут треснуло со вчерашнего дня у нас остался шашлык маринованный имбирь зеленушечка с огурчиком здесь у меня запаривается картофельное пюре я конечно не знаток таких сублимированных продуктов но это быстро очень экономит время здесь у меня какао ну все приятного мне аппетита кстати показать кое-что вот этот кусок пенопласта я вырезала специально под телефон чтобы его можно было и вертикально и горизонтально ставить и это такой ну типа штатив а еще можно его использовать вот так так сразу видно где мои очки вот такой фигней страдаю он как гвоздьями Новая? Обалдеть Еще один пакет С непонятными вещами Ух Сейчас посмотрю в каком состоянии Одеялки И на этот угол перейду Я думаю, нужно будет вещи Еще по второму кругу потом перебрать Например, куртки В одну кучку сложить Штанишки в другую И посмотреть, если у нас 50 курток Почему бы не оставить, например, 2 Выберем из этой кучи лучшие Ребята, уже начало 8 У нас какое-то невероятное солнце Солнце еще высоко Так что можно работать до скончания века Я выложила матрас с кровати Здесь прибавилось мусорных мешков Нужно срочно что-то с этим делать Потому что Хлам еще в доме остался А выносить его некуда Ну, не знаю Может быть, будем пакета по 4, по 5 Вывозить вечером Но точно не сегодня Понедельник день тяжелый Как говорится Может быть, во вторник или в среду Даже туда мешки уже Поставила Так, надеюсь, цветочки не пострадали Я вроде как на тропинку поставила И повешала другие одеялки Просушиться Ну, если будет дождь, ничего страшного С таким ярким солнцем за день все быстренько Хотела сказать, остывает Сохнет Небо прекрасное Великолепное Вот сейчас Начало 8-го Где-то минут 15, наверное, 8-го Просто прекраснейшая погода И это замечательное, чудесное Просто невероятное небо А целый день такой дубак был Я два раза печку затопила Попилила тут дров Немного Вот, дома сейчас тепло, хорошо Вьюн Кстати, я хотела посмотреть С какой стороны встает солнце Ну, вот, можете себе представить Если сейчас Начало 8-го И солнце там Значит, оно встает Где-то Простите, я не могу ответить на этот вопрос У меня топографический кретинизм Так Тут тоже барахлишечка Никуда оно не делось Потому что без Саши я не смогу Это все вынести Немного Дорожка Захламлена На втором этаже Ничего не поменялось Я там Навещала пару раз Алекса И все Ничего больше не делала Мне осталось Помыть посуду Ну, тут ее немного Так Это я тоже кучку наделала И давайте покажу Как я прибралась Ну, так сказать Промежуточный результат Везде этих тряпок Наложила Настелила Психологические барьеры Мне кажется, что человек Когда автоматически наступает на коврик Любой вообще Ему, хочешь не хочешь Тело подсказывает Вытереть ноги Поэтому Я воспользовалась Психологией На меня это работает Итак, в этой комнате В принципе, все как было Так и осталось Я еще не разбирала этот стол Завтра, наконец, до него доберусь Я просто убрала Наши инструменты Которые мы привезли Теперь хотя бы можно Ходить И есть доступ К плите Кстати, мне надо Вон ту кастрюльку тоже Помыть В маленькой комнате Я убрала Все три пиццы Кстати, здесь Довольно хороший пол Можно даже В носочках походить Здесь были тряпоньки Повсюду И под кроватями Всякое Валялось Но Наконец-то я ее вычистила Вообще Микроскопическая комната Но невероятно сложно было Ее прибрать Не знаю Почему-то мне далось Это сложно Наверное, потому что Пришлось думать Что из вещей оставлять А что можно выбросить Вещи все-таки не мои И нужно было Оставлять те, которые Подходят по размеру Более-менее На сезон Чтобы и в жаркую И в дождливую погоду Можно было надеть И так далее И тому подобное Чтобы были не рваные Без пятен И всякое такое Вот Оставила тут пару комплектов Рабочей одежды И курток побольше На всякий случай Потому что Мы с Сашей, возможно Не будем с собой привозить Здесь уже Парочка курток есть Вот это вот Все Из дома Это у нас такая Импровизированная Гладильная доска Обычная скамейка Простынка Ну и утюг из дома Сашные инструменты И с теми куртками И зимней шапкой Я не знала, что сделать Во-первых Они какого-то Шапка детского размера А куртки Ну Две мужские куртки Очень-очень теплые Даже не знаю Может быть Укрывать какие-то растения Потому что В саду Я видела Призраки Ну как призраки Мне показалось Что там призраки стоят А это Всякая верхняя одежда Разнообразная Которые укрывали виноград Чтоб его Этот виноград Так и обкакаться можно Страшно же Так Ну а тут Ничего не поменялось Здесь я даже пол не мыла Да Завтра буду Разбирать Этот буфет И может быть Наконец Помою этот холодильник Потому что Я оттягивала момент Насколько это возможно Вообще Не хочется мыть холодильник Вообще В принципе Здесь Ночью холодно Достаточно И нам Морозильной сумки Хватает Ну на пару дней Вроде бы ничего Не протухало пока Но дальше будет жарче Поэтому Там всякие тряпаньки Перебрала Это Там постельная Какие-то шторки Укрывашки Короче Нормальная Это надо перебрать Ну в общем-то и все Ладно Ждем Сашу Готовить сегодня Я особо не буду И Саша еще кое-что Должен привезти Для дачи И это уже не биотуалет Потому что биотуалет Дожидается своего часа Наверху Бактерии еще не пришли Вот они призраки Про которые я вам говорила Стоят такие Чудища В саду Ну ночью Устрашающе выглядит Не хотите ли Ночную прогулку Среди призраков Я пожалуй пас Так все Я поняла Я не люблю Мыть посуду И холодильники Но я люблю Разглядывать посуду Она такая красивая Не могу Такое милое ведро Оно прохудилось уже Но Рука не поднимается Его В металлолом Сдать Посуда чистая Все оказалось Не так страшно Как я опять Себе напридумывала Не пришлось Даже кипятить воду Так Сейчас еще стол Приведу в порядок И Буду ждать Сашу Позвоню ему что ли Кстати Из дома выходишь Так Немножко прохладно Поэтому я в куртке А домой заходишь Приятно Прям вообще Не жалею Что все таки Второй раз Затопила печку Я так горда Так горда Чтобы я И сама Затопила печку Но у меня Опять дым повалил То ли тяги не хватает То ли я что-то делаю Не так Открыла окно Напротив печки И все пошло Куда надо В трубу А так В комнату коптила Все Короче Надо у Саши спросить Как правильно Печь топить Потому что я Оказывается Не умею Эту воду Не буду выливать Оставлю Для технических нужд Водичка Нам пригодится Просто так Не будем ее Расходовать Землю дожди Вчера Отличненько полили Нет Ну небо Ну небо Хорошо здесь Саша сказал Что приедет Примерно Через полчаса Долго ждать Пойду к Алексу Поднимусь Сниму Вот это Худенькое Одеялко Оно Прям вот Тонюшенькое А это Пусть усит Алекс Я иду В тепло Прохладно Все-таки На улице А что с волосами Вот Пока Сашу жду Потому что Мне кажется Он будет Не через полчаса А наверное Через час Так вот Алексей вроде как Более или менее Не адаптировался Сегодня Мы здесь Третий день Ну слава богу Ты помыл Свою ногу Значит тебе уже Не так страшно Я рада Завтра наверное Буду что-нибудь Лайтовенькое делать Подустала Сегодня Вообще Кошмар Еще восьми Нет Я уже спать хочу Я Представляете Сегодня Забыла умыться Я забыла умыться И почистить зубы Будем валяться С Алексеем Пока Сашку ждем Я слышу Что Саша приехал Я уже почти уснула Главное Колбаской Не покатиться Привет Как отработал Нормально? Ой давай Заходи быстрее домой Там еще тепло осталось Ошметки тепла Да Наверху холодно Я же не смогла Включить обогреватель Он глючит О Нормально А Ты по поводу Порядка Ой Саша Наверное Все таки Подтопить Или что? Давай Давай А когда мы Штучку будем Доставать Ты привез? Какую? Секретную Серую штучку А да Привез? Отлично Сейчас затопишь И я покажу Что я жду Целый день Ну вообще Я тебя жду Ой Дубак Давай Жги Жги Саша Жги Я так же делала Смотреть Что же там Такого Привез Саша Что я жду Целый день Тебе помочь? Давай Давай Ты же знаешь Меня Я еще тут Помощник Я помоешник Вон сколько Мусора Она собирала Если честно Я хочу спать Это оно? Такая маленькая Коробка? Ну пожалуйста Угадайте Что там? Вот Такого Размера Отличный масштаб Да? Тапочки мои Вы же не знаете Мой размер Может быть У меня 46 Сосисочки Вот что я ждала Это До 9 часов Работает Да? Вот что я ждала Так А холодильник Я еще не помыла Так Все Тащим Каждый Свою прелесть Тарури Рай А да Не говори Я подержу Тебе дверь Протиснись Как-нибудь Так и бывает Замена Та-дам Это рукомойник Будешь Сегодня доставать? Так Его собирать надо А Я сейчас покажу Хотя бы на картинке В общем Там есть подогрев Конечно Немного похоже На сейф Но в отличии От того Который прям Бронзового цвета Вот тот точно Сейф Там было Три цвета На выбор Бронзовый Как сейф Для хранения Оружия Ну или чего-нибудь Вот такой серый И белый Ну Белый я не видела Мне кажется Серый нормально Раковина тоже серая Вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...